Добрый день. Тема сегодняшней лекции – это научная организация труда. Научная организация труда на благоноремонтных предприятиях представляет собой комплекс организационных, технических, технологических, экономических и психологических вопросов, которые позволят решить улучшение производства, получение прибыли за счет сокращения рабочего времени, сокращения расхода материалов, тем самым получения экономической прибыли. Таким образом, научная организация труда используется самые современные научные достижения в области ремонта вагонов, а также передовые опыты других предприятий. Основным направлением решения данных задач являются вопросы распределения и кооперирования труда по классификации работников. Что это означает? Распределение труда. Ведь распределение труда может быть по трем признакам. По функциональному признаку, то есть какие функции они выполняют. По технологическому принципу. По функциональному признаку они отличаются, разделяются на работников основных и вспомогательных цехов, на инженерно-технический состав, на служащих и обслужащий персонал. Все эти подразделения, хотя выполняют различную функцию, они для непрерывного и плодотворного действия всего предприятия должны работать на единую цель, на выполнение и перевыполнение плана ремонта вагонов. Ибо каждое подразделение вносит определенный вклад в само производство. Второй признак – это по технологическому признаку. По технологическому признаку в разделении труда – это связано с тем, что мы имеем специализированные вагонные предприятия по ремонту вагонов. Например, грузовое вагонное депо, пассажирское вагонное депо, рефрираторное вагонное депо, где идет узкая специализация ремонтируемого объекта. Кроме того, в каждом вагоноремонтном предприятии дополнительно идет специализация по ремонту отдельных узлов. Поэтому мы знаем, что вагонное депо имеют специализированный цех по ремонту тележек вагонов, специализированный цех по ремонту автотормозного оборудования, и также цех по ремонту колесных пар и тому подобное. То есть идет узкая специализация цехов. Кроме того, и в самих цехах также идет разделение. То есть там идет специализация уже подетальная. То есть есть линия ремонта боковых рам, линия ремонта надрессорных баллов, линия ремонта триангелей, линия ремонта и комплектовки пружинных комплектов. То есть такая узкая специализация и максимальная параллельность выполняемых работ способствует уменьшению производственного цикла. А уменьшение производственного цикла, как правило, приводит к увеличению производительности труда. То есть количество выпускаемых вагонов в месяц в год значительно возрастает. Кроме того, у вас затрагиваются вопросы коллективного труда. Конечно, коллективный труд, он более эффективен, чем индивидуальный. При коллективном труде, на данной какой-то операции, при ремонте любого узла, работает коллектив работников. Может быть, этот коллектив представляет собой бригаду, производственную бригаду. Такие производственные бригады бывают специализированные и специализированные. В специализированных бригадах работники входят работники одной специализации. Таким образом, работа этих специализированных бригад очень плодотворна, потому что они выполняют определенное количество операций. Следовательно, со временем эти операции очень хорошо отлажены. Поэтому при долгой работе такого коллектива у них происходит взаимопонимание. То есть они взаимодополняют друг друга. Такая работа показала себе очень высокие результаты. Поэтому, как правило, возьмите вагонремонтное предприятие, там имеются именно такие специализированные бригады. Кроме специализированных бригад, часто в вагонных и ремонтных предприятиях используются и комплексные бригады. А чем отличается комплексная бригада от специализированной? Если в специализированную бригаду входят работники одной специализации, например, ремонт тележи грузовых вагонов, это специализация у них, то в комплексную бригаду входят работники различных специализаций, то есть и ремонтники тележи грузовых вагонов, и ремонтники автотормозного оборудования, и ремонты автоцепного оборудования, и по ремонту элементов кузова вагона. То есть различных специальностей. Таким образом получается бригада, в которой имеются все представители всех специализаций. Чем хороша такая бригада? Дело в том, что если возьмете, вы прекрасно помните, как ремонтируются грузовые вагоны. Позиция разборки. На позиции разборки должны разбираться все съемные детали с кузовом вагона. Далее разбираться все съемные детали автотормозного оборудования. Весь автоцепной узел. И выкатывается ходовая часть. Таким образом остается только кузов вагона. Вот этот кузов вагона поступает на позицию ремонта кузова, где производится, специализированной бригадой производится правка кузова вагона. А те детали, которые сняли с вагона, например, съемные детали, это торцовые двери, разгрузочные люка. Они все поступают в специальных цех для правки элементов кузова вагона. Далее снятые узлы и детали автотормозного оборудования поступают в цех по ремонту автотормозного оборудования. Там также происходит распределение ремонта автотормозного оборудования по узлам, по деталям и тому подобное. Автоцепное оборудование точно так же. Таким образом на позицию разборки приходили специализированные бригады по схему того, например, только автотормозного оборудования, потом автоцепного оборудования. То есть таким образом работа таких специализированных бригад, конечно, работа производилась очень слаженно, быстро, но, однако, поэтапная работа каждых из этих специализированных бригад приводила к тому, что продолжительность операции разборки съемных деталей с вагона, она увеличивалась. То есть продлевалось время, увеличивалось время этой операции. Многолетний опыт работы в вагоноремонтных препятствиях показал, что можно это время сократить. Каким образом? То есть создать комплексные бригады по разборке деталей узлов вагона. Таким образом, в эту комплексную бригаду входили рабочие различных специализаций. Управлял этой комплексной бригадой очень опытный рабочий с высоким разрядом, который имел большой опыт. Он распределял объем работы, назначал план работы для каждого члена этой бригады. И эти бригады выполняли работу таким образом, что они не мешали друг другу. Они взаимодополняли друг друга, поэтому процесс разборки съемных деталей узлов вагона происходило намного быстрее. Тем самым сокращали время производственного цикла. Это было очень положительно, имело сторону. Поэтому сейчас, как правило, на позициях разборки вагона обычно используются именно такие комплексные бригады. Что касается организации ремонта в самих цехах, да, там тоже иногда используются комплексные бригады. Например, при ремонте тележек, рам тележек. Я говорил, что ремонт боковых рам на адресорных баллах, ремонт автотормозного оборудования производятся специализированными бригадами. Но, однако, когда все эти отремонтированные детали поступают на позицию сборки, то в этом случае участвует как раз-таки такая комплексная бригада, которая быстро и качественно производит сборку тележки. Потому что каждой тележке нужно подобрать, правильно подобрать пружинные комплекты, рессорные комплекты. То есть это лучше, чем специалист по пружинным комплектам не делает никто не другой. Установить триангели на раму тележки тоже это сделать только тормозник. Поэтому такая комплексная бригада быстро, быстро, плодотворно и качественно производит сборку тележки грузового вагона. Вот такое разделение и создание коллективного труда очень благоприятно влияет на работу всего предприятия. Конечно, при введении поточных линий мы можем разделить работы не только по деталям, но и по операционное разделение труда. О чем это говорит? Это говорит о том, что на каждом рабочем месте можно выполнять определенную операцию по ремонту данной детали. Следовательно, мы точно знаем на этом рабочем месте, какие операции будут выполняться. Следовательно, мы можем подобрать, оборудовать это рабочее место специальным оборудованием, специальным приспособлением. К тому же устройство рабочего места – это очень сложный вопрос, потому что от того, как оборудуется рабочее место, зависит утомляемость работника, кто производит работу на этом рабочем месте. Это если работа производится за столом, то это должна быть определенная высота стола, чтобы работник, работая за этим столом, не наклонялся, не сгибался, не выпрямлялся. То есть мышцы спины должны быть в естественном положении. То есть если же положение другое принимает эти мышцы, то они устают. Поэтому нужно создавать комфортное рабочее место. К тому же это рабочее место должно иметь определенную рабочую зону. То есть зона – это объем пространства в данном производственном помещении, где он, поворачивая, изменяя положение ремонтируемой детали, не чувствовал никаких препятствий. Далее все инструменты, которые необходимы, приспособления, которые необходимы для ремонта, должны быть рядом. Причем расположены таким образом, что на вытянутую руку он мог достать то, что инструменты, которые берутся рабочими правой рукой, должны находиться с правой стороны, а те инструменты, которые обычно берутся с левой стороны, должны находиться на левой стороне. Таким образом, человек, выполняя какую-то работу, он без напряжения это производит. Следовательно, физическая усталость у него от произведенной работы минимальная. Например, необходимо отрубить зубилом какую-то пластину. Зубило всегда берется в левую руку. Значит, такие инструменты, как зубило, бородок, они всегда находятся с левой стороны. То есть рабочий, не напрягаясь, поворачивает и левой рукой берет тот инструмент, который ему нужно. А в правой руке обычно кувалда, молоток, которые находятся с правой стороны. Кроме того, рабочее место должно быть оборудовано специальными стеллажами для материалов, запасных частей для приспособлений и все это должно находиться на высоте вытянутой руки, в шкафах размещаются. Далее, к рабочему месту должно быть специальное устройство, приспособление для подачи туда ремонтируемой детали. И после ремонта эта деталь также должна иметь устройство, по которому эта деталь уходит на следующую позицию. Вот, так оборудуются рабочие места. Кроме того, санитарными нормами предусматривается, чтобы пространство рабочее имело определенную освещенность. Излишний свет или недостаточно света всегда утомляет зрение. Следовательно, чтобы этого утомления не наблюдалось, то в соответствии с нормами освещенность должна быть произведена в соответствии с нормами. Далее, посторонние звуки также воздействуют на слуховой аппарат. Это излишний шум, который также приводит к усталости организма. То есть необходимо ограничить, произвести так, чтобы существовала шумоизоляция. Кроме того, рабочее место должно быть хорошо проветриваемое. Если, например, на рабочем месте выполняются сварочные работы, конечно, газы, которые исходят от процесса сварки, они будут бредно действовать на организм. То есть необходимо предусмотреть индивидуальную систему вентиляции, где воздух от рабочей зоны постоянно очищается. То есть излишнее газообразование, испарение – это все должно отводиться от рабочего места. Очень важное место имеет обустройство рабочего места. Потому что на поточных линиях, где именно разделение идет пооперационное, все работы выполняются на именно таких специализированных рабочих местах. И если обеспечить комфортные условия работников на каждом рабочем месте, то существенно улучшится работа всего производства. Таким образом, подчеркнем, что коллективная работа организации труда имеет свои значительные преимущества. То есть в этом случае весь коллектив настроен на то, чтобы обеспечить непрерывность трудовой деятельности всего предприятия. Конечно, многое зависит от работы, как говорится, инженерно-технического состава. На предприятиях, в лагерно-ремонтных предприятиях существует много работ, которые требуют значительных физических затрат. Есть неудобства в работе, поэтому задача инженерно-технического состава – постоянно находиться на рабочих местах, изучать специфику работы каждой операции и разработать мероприятия по снижению трудоемкости выполнения этой операции. Поэтому инженерно-технический состав как раз-таки занимается проблемой оснасткой рабочих мест. То есть разрабатывает новые приемы выполнения этой работы, разрабатывает дополнительные приспособления, оборудование для того, чтобы облегчить физический труд на этих операциях. Таким образом, тесная связь инженерно-технического состава с работниками основных и вспомогательных цехов дает плодотворные результаты. То есть, как правило, наши рабочие места в вагоноремонтных предприятиях имеют достаточно неплохую оснастку. Ну, с развитием науки и техники требования, значит, постоянно повышаются. Следовательно, и требования ко всем работникам вагоноремонтного предприятия также завышены. Кроме того, для того, чтобы предприятие работало плодотворно, необходимо и материальное стимулирование работников вагоноремонтного предприятия. Потому что все хорошо, но работникам тоже надо и кушать, и одеваться. Поэтому значительное значение имеет материально-техническое стимулирование. Поэтому работники финансового подразделения, работники нормирования должны проводить мероприятия по заинтересованности рабочих в выполнении, перевыполнении плана работы. Таким образом, работа эта очень сложная. Эту необходимо установить четкие нормы затраты труда на данном предприятии. Дело в том, что нормирование труда, оно понятие очень непостоянное. Почему? Потому что постоянно повышается научно-технический уровень развития. Постоянно используется новое оборудование. Постоянно используются новые технологии. Следовательно, с изменением научно-технического прогресса. Научно-технического прогресса также постоянно должны меняться нормы на затраты труда. Поэтому на предприятиях, как правило, производится перерасчет норм затрат труда. Обычно это делается аналитически и с привлечением таких исследований, как хронометрирование, как фотографии рабочего дня. То есть, таким образом определяется затраты рабочего времени на каждой операции. Возможность улучшения производства именно вскрывается в установленных нормативных данных по затрате труда. Поэтому от этих норм зависит непосредственно зарплата рабочим. Следовательно, рабочие также заинтересованы в постоянном обновлении. Далее вопросы обеспечения труда и отдыха. Эти вопросы, конечно, очень социальные. Человек должен в течение рабочего дня полноценно отдать свой труд. Далее в свободное время он должен восполнить. Если нет этого восполнения, то на следующий день он не сможет так же благотворно работать. Поэтому научная организация труда и изучает и эти вопросы. Кроме того, важную роль имеют и санитарно-гигиенические нормы на рабочем месте. Поэтому принимаются все меры, чтобы уменьшить всякого рода профессиональных заболеваний на рабочих местах. То есть если люди работают на определенных операциях, связанных с какими-то отводящими газами, то вредными газами, то необходимо предусматривать специальную одежду для работы на этих операциях. Например, работа при обмывке котлов цистерн. Так как в котлах цистерн перевозятся различные газы, различные жидкие топлива, то нефтепродукты, то есть при обмывке именно выделяются газы. Чтобы работник мог нормально работать, необходимо его обеспечить специальные спецодежды, а также противогазами, чтобы эти газы не повлияли на его здоровье. Если, например, на рабочем месте, где производится сварка, то при сварке, как правило, вы знаете, что происходит искрение, выделяется искра, появляется искра. Поэтому рабочий сварщик должен обязательно иметь специальную одежду, на которой при попадании искр от сварки одежда не возгоралась. И так как при этом еще выделяются специальные газы, продукты от сгорания электрода, следовательно, это место должно быть хорошо обеспечено вентиляцией, то есть вытяжной вентиляцией, то есть которая позволит отвод этих газов. Таким образом, охрана труда, это имеет очень важное значение в научной организации труда. Таким образом, мы рассмотрели комплекс вопросов, которые решает научная организация труда, которые позволяют сократить рабочее время, рабочее время и тем самым позволяют повысить производительность труда. Таким образом, экономическая эффективность внедрения всех мероприятий, она определяется за счет снижения себестоимости продукции до и после внедрения данных мероприятий. Эта разность себестоимости умножается на программу выпуска вагонов. За вычетом установленного коэффициента эффективности предприятия, это примерно 0,15, и на дополнительные затраты. Таким образом, можно определить годовую экономическую эффективность работы предприятия. От эффективности работы предприятия зависит, конечно, напрямую и заработная плата. Поэтому с улучшением работы предприятия, с повышением выпуска вагонов, и идет определенная шкала по оплате заработной платы. Ну, на этом, наверное, сегодня мы закончим. Какие у вас есть ко мне вопросы? Вопросы есть у вас? Нет, нет вопросов. У вас нет вопросов. Вы хоть поняли, о чем я говорил? Да, да. Поняли, да? Да, это как раз вопросы организации производства. Это научная организация труда. Вы это хорошо должны знать. Потому что вам всем придется работать на производстве. И сталкиваться постоянно именно с этими вопросами. Как у вас по отчетности, по практическим работам? У меня вопрос, что мы должны делать по практическим работам? Там тестов нет, мы должны написать в тетрадь или как-то другим образом? Вам дадут тесты по пройденным материалам, поэтому вы должны будете ответить на эти вопросы. Значит, для всех практических работ мы будем отвечать тестам, да? Да, но так как мы иной способ приема практических работ не придумали, ибо нам очень ограничено время для общения, очень мало времени для общения, то придется ограничиться именно тестами и вопросами. Да, понятно. Вы не соскучились по институту? Очень соскучились. Очень соскучились? Ну, возможно, дадут нам заниматься в обычном режиме. Тогда приезжайте. Будем работать. Так. Ну, всего доброго. Давайте. Всего доброго. Спасибо. До свидания.